Учебно-тренировочное занятие по устранению условного разлива нефти на водной поверхности прошло среди подразделений Ленского районного нефтепроводного управления филиала ООО «Транснефть-Восток». Площадкой для учений стала река Джерба. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. На берегу реки три подразделения Ленского филиала. Сотрудники МПС-12, МПС-13, Центральной ремонтной службы «Толокан». Все они ликвидируют условный разлив нефти. В 8 часов утра диспетчерам было получено оперативное сообщение. По легенде, на 1485-м километре нефтепроводовое ствол в районе подводного перехода снижение давления ниже допустимого. Главная задача оперативного персонала, который отправляется на место условного ЧАЭС, остановить ход нефти. Вместо нее имитаторы, заметные издалека апельсины. Преграждают им путь три боновых рубежа. Вовремя установленная преграда полностью останавливает код углеводородного сырья. На следующем этапе работают приборы нефтесборщики. Собранная нефть сливается в специальные емкости и возвращается в резервуары. Учение проводится в соответствии с графиком проведения УТЗ на год, который у нас есть. И именно УТЗ, который с установкой бонус-заграждения, проводится раз в месяц в каждый летний месяц. То есть в данный момент это у нас второе. Июльский будет еще в августе. Всего на учениях «Транснефть Востока» было задействовано 85 человек. Специализированная техника. В арсенале нефтепроводчиков самые современные технические средства для ликвидации любых нештатных ситуаций. Основная цель таких занятий – повышать оперативность реагирования персонала. Сотрудники отрабатывают навыки применения специального оборудования средств индивидуальной защиты. На данном ППМИ у нас оборудовано три рубежа. Первый – это ремонтный, где производится сам ремонт. Второй – основной, где с вами сегодня мы находимся, происходят события. И третий – это резервный. Наперво, как прибываем на рубеж, необходимо произвести нам локализацию, установку боновых заграждений. Установку боновых заграждений мы произвели с вами два каскада. После того, как выставили боновые заграждения, приступили к ликвидации. В ликвидацию у нас относится работа нефтезборочного оборудования, установка ямкостей для временно хранения нефти. В ходе таких тренировок работа подразделений предприятия получает независимую оценку. Действия персонала выполнены в соответствии с утвержденной программой проведения УТЗ. Действия персонала можно считать удовлетворительными. Выполнено все в соответствии с намеченной программой проведения УТЗ. В результате оперативных и скоординированных действий персонала условно-развук нефти был ликвидирован в регламентные сроки. Сотрудники продемонстрировали отработанные навыки принятия оперативных решений. Уверенные действия в сложной обстановке в условиях ограниченного времени. Высокая степень готовности нефтепроводчиков к возникновению внештатной ситуации подтверждена. Светлана Боеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.